Проказница-мартышка, осёл, козёл да косолапый Мишка затеяли сыграть в вартят. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыки идти, ведь вы не так сидите. Ты, Баса, Мишенька, садись против альта, я прямо сяду против торы, тогда пойдёт уж музыка не та, он назовляжет лес и город». Расселись, начали квартет, он всё-таки на лад не идёт. «Постойте ж, я сыскал секрет, — кричит осёл, — мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чим навряд, и всё-таки квартет не идёт на лад. Вот пусть и брежнева пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шовр прилететь. Тут с просьбой всех не мог, чтобы их решить сомнения. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привезть. И ноты у нас есть, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть?» «Чтоб музыкантом быть, так надо умение и уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как не садитесь?» — всё, музыканты, не годитесь. Спасибо.